Роскомнадзор И снова в топах Екатерины Свердловская чиновница Гладских, от которой Свердловский губернатор Куевышев никак избавиться не может, хотя у меня на сей счет имеется другое предположение, не хочет, ну да не об этом сейчас. Выяснилась тут одна интересная штука. Оказывается, что мисс государство вам ничего не должно, только в отношении нас, холопов, придерживается данного суждения, а вот лично ей и ее коллегам-чиновникам должно, и еще как. В конце октября, уже после того, как Ольга Вячеславовна проснулась знаменитой, правительство Свердловской области включило девушку в список очередников на улучшение жилищных условий. Короче, чинушам из такого списка положены государственные субсидии на покупку квартиры до 70% от стоимости. И вот тут надо понимать, что такое субсидии. Это не льготный кредит, это даже не беспроцентное суда, это тупо мат-помощь, подарок на языке обывателя. Продолжим ликбез. На такое безвозмездно слуги народа имеют право аж после трех лет стажа на государевой службе, ну и если их же коллеги признают их нуждающимися в получении жилья, Галатских признали. Несмотря на то, что в ее налоговой декларации указаны два земельных участка площадью в 500 и 900 квадратных метрах. А метров тремя квартирами девица владеет, ну или долями в тех квартирах, неважно, признали и все. Тут, в общем, постановили свердловские чиновники, надо помочь ценному кадру денежкой. Государство не обеднеет, забирайте. Тем более денежка-то бюджетная, кто уж такие деньги считает. Справедливости ради, стоит сказать, как только скандал с чиновницей получил достаточно широкую огласку, вычеркнули девицу из списков на покупку квартирешки, но, господа, это ведь единичный случай, давайте сами себе признаемся. А теперь просто представьте, сколько таких вот гладских надрывается сегодня на благо Родины по всей стране, и каждая вправе прикупить себе жилье за наш с вами счет. Могу даже поспорить, что отказываются далеко не многие. Это при том, что у нас в данный момент до сих пор не все ветераны Великой Отечественной жильем обеспечены, не все труженики тыла, проликвидаторов Чернобыльской аварии, участников боевых действий в Афганистане. В Чечне вообще молчу, огромное количество этих людей шоркается по общагам, съемным халупам, но для таких, как известно, просто денег нет. А вот для чиновников, пожалуйста, три года попрезирал свой народ и все заслужил. Кстати, еще одну категорию презираемых людишек забыл назвать. Вы давно слышали, чтобы где-то с помпой и с пафосом государственные мужи вручили ордер какой-нибудь многодетной мамашке. Помню, раньше время от времени такие сюжеты показывались даже в эфире центральных СМИ. Сегодня все чаще такое кино крутят. Светлана Мамина не смогла отстоять свою позицию в суде. Она оспаривала решение бывшей свекрови – выселить ее из квартиры и тем самым лишить внуков крыши над головой. Напомню, Светлана Мамина с детьми 10 лет жили в квартире, принадлежащей свекрови, и были в ней прописаны. После развода Светланы с ее сыном бабушка решила распорядиться жилплощадью по своему усмотрению. В 2017 году выписала внуков и бывшую сноху из квартиры. Через суд потребовала выселить их, но многодетная мать обратилась со встречным иском. Просила разрешить ей жить в трехкомнатной квартире, пока не получит сертификат на улучшение жилищных условий. Но суд встал на сторону собственника, то есть свекрови, и принял решение – Светлана Мамина и ее пятеро детей должны освободить жилплощадь. Вот этот, кстати, сюжет, фрагмент которого вы только что видели, как раз из Свердловской области. Августовская история. Четыре месяца ей. Журналисты первоуральские штук пять репортажей про Тумамину сняли. Газеты региональные об этом много писали. Хоть бы один чиновник сказал, «Слушайте, ну давайте уже найдем жилье-то для женщины. Мы пятеро малышей, у нее мы субсидии между своими распределяем, что мы для матери пятерых детей копеечку не найдем. Тем более, ну сколько стоит эта квартира в Первоуральске? Нет, маминой не положено, а вот Гладских очень нуждается. Это реальная журналистика. Начинаем потихоньку подводить итоги года. Поехали! Ну а теперь предлагаю поговорить о пятой колонии, агентах Госдепа и прочих негодяях. Оппозиционные политики, пришедшие к власти в регионах России на протестной волне после пенсионной реформы, творят немыслимые бесчинства. Да что там бесчинства? Беспределом занимаются. Так, например, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал более чем в два раза сократил доплаты к пенсиям местных чиновников и депутатов Краевой Думы, до этого распорядился выставить на продажу дорогую яхту, принадлежавшую региональному правительству, а также приостановить все сделки по покупке служебного жилья и автотранспорта для госслужащих. И знаете что? Умудрился таким образом высвободить свыше 10 миллионов бюджетных рублей, которые направит на социалку. Слушайте, ну не паразит, а что творит человек? Сколько людей находятся без помощи? А без какой помощи, Сергей Иванович? Без нашей помощи. Они находятся... Без вашей помощи. Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил первое, с чего он начнет как руководитель, проведет реорганизацию госаппарата республики. Структура исполнительной власти должна быть изменена и оптимизирована, отметил молодой коммунист. Под прицел попало 21 муниципальное образование, где должна сократиться численность штатов среди чиновников. И это только первый этап реформы. Затем Коновалов, как и Фургал, займется вопросами расходов и трат на разного рода начальников и их хотелки. Сейчас по всей республике ведутся аудиторские проверки, которые должны выявить, куда и на что расходуются бюджетные средства. Первые результаты уже есть. В рамках проверки деятельности предыдущего правительства установили, что у нас из четырех казенных учреждений, которые занимаются бухгалтерским учетом, в одном, который подчинялся Минфину, есть факт установления несоразмерно высоких зарплат у руководящего состава. А мэр Якутска Сардана Афксентьева обязала работников мэрии вместо новогоднего корпоратива провести благотворительные акции. Каждый чиновник должен будет поздравить детей в детских домах и интернатах или стариков в домах престарелых на выбор. Вообще, статья расходов на погулять с будущего года в Якутске будет выглядеть скромнее. Кроме того, Афксентьева планирует распродать все казенные внедорожники бизнес-класса. Слугам народа предложено пересесть на УАЗики, что числятся на балансе администрации. Все вырученные сэкономленные деньги, как и в двух случаях выше, направят на социальные нужды. А сейчас, я так понимаю, у вас основная статья расходов будет, и куда вы делаете? Прямо упор, ваше внимание, это именно строительство дорог? Именно строительство дорог, но это как бы из нового, а вообще большую часть бюджета мы направляем в отрасль образования, потому что мы все понимаем, что обучение наших детей, содержание наших детей в школах и в детских садах это главная наша задача муниципалитета. Вы много знаете чиновников, которые говорили бы, мы собираемся направить львиную долю денег на школы, на строительство дорог, на выплату долгов по зарплатам. Ребят, мы-то ведь привыкли к другому, согласитесь, что мы, как правило, слышим от вновь избранного какого-нибудь представителя партии реальных дел, ну или там от около плавающего. Мы сейчас корпим над программой по работе с какими-то слоями населения, под это дело создается специальный департамент, собираемся объявить 33 тендера. Короче, мы разродились очередным мифическим обещанием на бумажке или в интернете, на которое собираемся ухнуть два вагона ваших налогов, и не важно, что эта история в принципе работать никогда не будет, главное ведь пообещать, ну давайте Омск вспомним, там вроде как тоже кресло губернатора занял не представитель ЕР, но назначенец главного. Выборы прошли 9 сентября, Александр Бурков их выиграл. Что мы видим в Омске? У нас в регионе на землях сельхозназначения строится вахтовый городок для китайских рабочих, которые будут работать на Омском нефтезаводе. Здесь налицо признаки преступных коррупционных связей. Впрочем, это уже совсем другая история, а это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте с темы, предлагайте поднимем, обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова